на канал the get такой вопрос архимандрит ян христианкин как-то сказал одной из духовных дочерей ты ищешь не бога от духовного комфорта что такое духовный комфорт интересное выражение духовный комфорт духовный дискомфорт ну хочется сказать что конечно человек зачастую приходит в храм божий к вере потому что он ищет утешение в море скорби которые его посещают надо господь намеренно посещая человека скорбями жесткими скорбями чтобы человека подтолкнуть к вере и действительно придя в храм придя в храм чек замечает что ему несмотря на то что у него может ничего не поменялось он также болел как раньше болел болеет он скажем испытывает такие же трудности в семье какие у него и были до прихода фрам он может быть тоже тяжело работает как работал раньше но все что-то поменялось жизни потому что господь подкрепил господь умудрил господь утешил господь дал такой внутренний мир который нет мира сего господь дал такую духовную радость которая тоже нет мира сего эту радость не что и никто не может отнять как сказано еще написание она такая над мирная на духовную радость но на каком-то первом этапе здесь ничего нет предусудительного конечно чеку хочется мира покоя радость любви которую недополучает в обычной мирской жизни конечно когда он прикасается к божьей благодати или вернее когда господь прикасается к нему когда он участвует таяцах исповеди причастия он узнает что новый мир мир духом мир духовный и по мере духовного возрастания все же мало того что чек испытал в первые годы своей церковной жизни господь требует все-таки другого он хочет чтобы они просто получали утешение подкрепление разумления хотя это необходимо для нас для нашей жизни господь хочет тут мы исполнили волю его чтобы мы были не просто хорошими людьми чтобы мы были людьми достойными царство небесное чтобы мы не просто жили обычной ну даже внешне нормальной исправленной жизнью а господь хочет сделать так чтобы наша жизнь была достойна неба чтобы все что мы делали так или иначе могло привлекать благодать божию господь хочет чтобы мы не просто ходили в храм для того чтобы получить от бога ту или иную помощь а господь по мере нашего духовного роста хочет чтобы мы ходили в храм ради него самого и ради себя не ради того чтобы получить некое утешение или вот как мы говорили в начале беседы некий такой духовный комфорт чтобы мы пришли в храм ради него самого ради ради христа ради исполнения воли божией ради того что богу послужить ради того чтобы сделать то что он хочет чтоб мы сделали они чтобы нам было просто полегче жить но в чем же тогда желание божие что же нужно еще от нас чтобы наша духовную жизнь была спасительной чтобы мы дальше росли духовной или можно по-другому сказать поднимались по ступенечкам духовной лестницы здесь есть очень важные слова священное писание евангелие который мы слышали который нужно повторять который нужно еще и еще раз попытаться усвоить глубоко усвоя всей нашей жизнью господь говорит так что кто хочет идти за мной пусть отвергнется себя возьмет крест свой и последует за мной чтобы идти за христом чтобы идти в царство небесное недостаточно получить от богу ту или иную помощь то или иное утешение то или иной комфорт о чем мы сейчас говорили ту или иную радость которую нам не хватает жизни это все хорошо это все приятно но господь хочет чтобы мы отвергли себя чтобы мы не поступали по-своему чтобы мы не захотели жить обычной плотской жизнью чтобы наше стало духовной господь хочет чтобы взяли крест свой крест искать не надо он у каждого человека есть его надо просто взять крест это и скорби и какие-то трудные обстоятельства жизни крест это и болезни крест это и трудные люди рядом с нами крест для кого-то это многочадие а для кого-то бесчадие для кого-то крест это может быть трудная тяжелая работа и кого-то крест это бедность и так далее так далее тут крестов огромное разнообразие и у каждого из нас есть свой взять крест это значит понести все эти трудности жизни безропотно и ради креста и тогда наш крест становится прообразом креста господня и тогда господь нам помогает его нести тогда мы чувствуем некую силу божию который нас подкрепляет на пути крестоношения и здесь есть возможность последовать за христом когда мы несем свой крест когда мы идем за христом когда мы остаемся с ним до конца только в радости но и скорби не только в утешении но и на своем кресте я тут недавно разговаривал с одной больной женщина она мне рассказывала как при тяжелой операции она ложилась на стол и говорю такие слова я на столе господь на кресте не свой крест господь на своем кресте вот дай нам бог полюбить два креста свой крест который нужно поднять и нести и крест христов и вот тогда мы перестанем думать о духовном комфорте а тогда мы будем думать о спасении нашей души внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и